Мы хотим, чтобы была зеленая территория возле наших домов. Мы хотим там гулять, мы хотим жить свободной жизнью и дышать чистым воздухом. Вы бы посмотрели, какие выбросы здесь. Грязно, очень грязно, очень грязный воздух. Мы хотим, чтобы был чистый парк возле нас. Благоустроите парк, но не надо его застраивать. Благоустроите, мы очень хотели бы все этого, чтобы благоустроили его. Почему во всех городах парки сохраняют, а у нас надо биться за них? Районы молодежи, мы вас собрали сегодня на собрание для того, чтобы объяснить, что сейчас, какая ситуация с проектом строительства, какая ситуация с нашими обращениями в суд, что мы сделали и что дальше планируем сделать. И готовы с вами это обсудить. Он наш глава района. И только он виноват в этом. Только он. И больше никто, я считаю, что вот сотворила с парком. Ну так надо к нему идти тогда. И пусть он объяснит, почему он это сотворил. А Шландаценко его нужно вызвать, и он, чтобы перед жителями ответил. Что такое? Он должен поддержать нас. Вот и все. Вместо парка будет очень большая зона, которая планируется под капитальные строительства. Это уже есть план. От парка ничего не останется. Вот первая стройка будет, фактически капитальная. Первая, вот, красная будет. То есть красная будет занимать аквапарк, что Корос Аква строит. И здесь вот территория есть Светелки. То есть от нее тоже. Вот где здесь вот бывший кинотеатр Родина. Светелки это организации, которые второй участок у нее в собственности. Здесь две организации. Уже им отдали. Уже им отдали на 49 лет в аренду. Это фактически их. И вот эти организации, две организации, которые Светелка это и организации Корос Аква, которые арендуют, они вот эти участки, которые им выдали в аренду, они вывели из территории парка. Так вот эти вот участки, они не включены в озелененные территории. На них растут, значит, деревья, они сейчас озелененные. А формально они не являются. Они подготовлены как строительная площадка. И получается, что они не защищены законом. Так вот мы собрались сейчас, что от жителей, сейчас вот подписываемся, мы посылаем письмо министерства экологии от жителей. Они имеют по закону право о включении вот этих участков в озелененные территории. И тогда они будут защищены законом. Вот сейчас вот эту вот процедуру мы как раз и производим. Мы здесь собрались сегодня, в этот день, чтобы как бы просто свой протест выразить, потому что как бы автозаводский район, здесь практически негде гулять с нашими маленькими детьми. Вот. И единственное место, куда мы все собираемся в этом парке, как бы гуляем с маленькими детьми, нам просто больше нет возможности куда-то пойти. Почему аквапарк нужно строить на территории нашего парка? Почему, что у нас недостаточно пустыри в нашем автозаводском районе, где можно построить аквапарк? Мы просто действительно протестуем, потому что сейчас все это будет заполнено машинами, бесконечными пробками. Это центр автозавода, нам нечего будет дышать еще больше, нам будет негде гулять с детьми. То есть мы, конечно, вообще просто свой протест выражаем, мы будем бороться до конца. Закон 1. Это закон об объекте культурного наследия, статья 35, которая говорит следующее. На территории объектов культурного наследия строительство запрещено, за исключением хозяйственной деятельности, которая не нарушает целостность объекта культурного наследия и не заградивает его предмет охраны. Эта позиция застройщиками никак не должна сдвигаться. Мне бы хотелось, чтобы все застройщики, когда приходят на эти озелененные территории, они оставались в правовом поле. Тем более, что сейчас произошли в этом плане большие положительные сдвиги, благодаря работе прокуратуры, благодаря работе активистов с прокуратурой. Потому что 31 декабря 2013 года вышло постановление 10.36 новое. В чем там смысл? Если предыдущие постановления региональные в некоторых моментах противоречили федеральному законодательству, закон об объекте культурного наследия, а именно разрешали строительство в автозаводском парке, автопарке, то теперь все эти моменты в новом постановлении исключены. То есть, благодаря действуемой областной прокуратуре у нас региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным. А именно со статьей 35. Все, уважаемые застройщики, инвесторы, на территории объекта культурного наследия строительству запрещено. Мы сейчас находимся в той части автозаводского парка, где губернатор не увидел деревьев. Вот эта территория, камень, заложенный в основании. И вокруг площадь 1,7 гектаров, якобы пустущая. Но на самом деле здесь очень большое количество деревьев, среди которых есть и редкие виды пород деревьев, которые планируется вырубить для строительства коммерческого объекта. Как это стало вообще возможным? Почему здесь никто в упор не хочет видеть зеленые насаждения? С юридической точки зрения наши власти подготовились и данную территорию, которая приготовлена под строительство, уже вывели за границы озелененные территории. Здесь нужно обратить внимание вот на какой момент. Парк, автозаводский парк, как земельный участок, он стоит на месте, с ним ничего не происходит. Но в данном случае мы говорим о парке как об озелененной территории общего пользования. Именно о той части автозаводского парка, которая была выведена. Вот этот вот кусочек, где указано «корос аква», был предварительно выведен из озелененной территории. Что это значит? Находясь на месте, эта территория потеряла юридический статус озелененной территории. Это значит, она не находится под защитой экологического законодательства. Закон об охране озелененных территорий запрещает абсолютно жесткой императивной нормы, запрещает любое строительство на озелененной территории. Но достаточно провести вот это вот хитрое исключение из озелененной территории, как кусок парка выпадает из защиты экологического законодательства. Территория вот этого, территория объекта культурного наследия, в котором тоже строительство запрещено. Но в данном случае достаточно только вывести территорию, предназначенную под стройку, из границ объекта культурного наследия, как она тоже теряет статус и защиту законодательства об ОКН. То есть тот участок парка, на котором планируется стройка, сейчас уже выведен из озелененной территории, из схемы границ и из поддействия экологического законодательства. И планируется вывод этой же части парка из территории объекта культурного наследия и из запретов, налагаемых законодательством об ОКН. Запреты, которые касаются капитального строительства. Нельзя на территории памятника строить аквапарк. И вот есть специалист такая Агафонова, которая делает экспертизу таким образом, что уже из этого памятника, ландшафтной архитектуры, она исключает эту территорию и говорит, а это уже не памятник. Автозаводский парк – это территория памятника отчасти, но где именно этот памятник мы достаточно хорошо просмотрели, сделав такую работу, не буду скрывать за счет Горосаква, но я им это предложила сделать, определение предмета охраны. И этот предмет охраны здесь сконцентрирован на достаточно локальной территории. Вот эта информация открыта, и можно ее посмотреть, пожалуйста. Та территория, о которой мы говорим, это вот здесь вот маленький участок. Мы провели исследование по тем чертежам, которые имеются, проектные чертежи. Сравнили их с топосъемкой сегодняшней. Получилось совершенно определенное наложение структуры парковой, проектной, и вот части той, которая существует. То есть там совершенно понятно, какая именно часть была запроектирована, сделана, то есть какая является тем объектом культурного наследия, который вот заявлен. Она вот здесь вот, эта вот отведенная им территория вот здесь находится. Но это схема развития. То есть мы вот после анализа такого исторического поняли, что вот это вот было освоено в качестве первой очереди, а дальше уже кусками какими-то, вот пруды, а вот эта вот, она какая-то вот, понимаете, между оказалась, между. Тут видно, где именно сохранилась та планировочная структура, и она была, и она оформлена аллеями с деревьями. И те части, которые никак не были охвачены благоустройством тогдашних лет, это 30-е годы, 50-е, 60-е. Я, например, считаю, что на том участке, на котором хотят построить аквапарк, действительно можно его построить. То сооружение, которое они собираются строить, оно достаточно небольшое, оно занимает небольшую часть этого парка. На сегодняшний день это бассейн. Бассейн, на мой взгляд, идет в русле функции парка именно. Он развивает планировочную структуру парка, он ее не нарушает, потому что он замыкает ось парка. Но при этом видно его, кстати, не будет, потому что он небольшой по сравнению с теми домами, которые там стоят. И замыкает действительно эту власть визуально. Вот, одним словом, на мой личный взгляд, бассейн не мешает здесь, и занимает он очень малую часть этого парка. Мы собрали жителей микрорайона «Молодежный» для того, чтобы найти среди жителей поддержку и людей, которые активно занимались и помогали нам. И в себе, в том числе, и родному городу, и автозаводу для сбережения автозаводского парка, зелени в автозаводском парке. В районе «Молодежном» живут люди, чьи дома смотрят на парк, которые покупали именно жилье для того, чтобы жить рядом с парком. Мы составили список тех людей, которые вошли в инициативную группу для того, чтобы оказывать нам, как попечительскому совету автозаводского парка, помощь. В данный момент мы можем составить списки людей, которые готовы этой проблемой заниматься, которые готовы нам помогать, отстаивать эту территорию. И в суде, и так. Если есть возможность, юридическую помощь. Также мы ищем грамотных юристов, которые могут посоветовать, подсказать. Или вместе с нами в суде отстаивать эти интересы. Места парковок есть схема у нас из ГИБДД. Значит, застройщик размещает их на клумбах проспекта «Молодежь», но, конечно, в нарушении санитарных норм в 25 метрах от парка. Значит, парковки положены только в 50 метрах от парка, а в 50 метрах там некуда их двигать. В общем, все, что делает застройщик, он нарушает закон 110-й об охранителе территории. Нарушаются санитарные нормы по парковкам. Нарушается буквально наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. Сегодня мы собрались с жителями микро-молодежной, которые тоже возмущены. Они будут как раз жить перед этим, что им предлагают вот эти вот парковки со зданиями вместо парка, хотя они покупали квартиру с окнами на парк. В моем понимании ситуации, когда у нас с вами 4 квадратных метра зеленых территорий, в общем, пользуясь на одного жителя вместо 16, когда у нас фоном превышение диоксидаза в воздухе и по уму надо запрещать строительство новых крышных котельных, соответственно, всех новых торговых центров с ними связанных, в этой ситуации любые решения по сносу деревьев, они, в общем-то, порочны. В этой ситуации, если можно сдвинуть объект туда, где не надо ничего запринять, то его надо туда сдвигать. Мы сейчас находимся в том месте, где предполагается строительство автозаводского аквапарка. Я это место помню на протяжении последних 40 лет как один из наиболее таких тихих и уютных уголков автозаводского парка. Оно все было заполнено деревьями. Здесь всегда проходили две таких очень важных тропы. Одна для бегунов, а зимой по периметру парка проходила лыжня. Она и сейчас проходит. Люди ногами голосуют за то, чтобы парки были не местом дорогих аттракционов, шашлычных, битейных заведений, а в первую очередь именно местом, где человек может общаться с природой, с другими людьми. То есть это своеобразное место тишины. И вот, конечно, строительство аквапарка, это совершенно другая, строительство аквапарка здесь, это совершенно другая политика. То есть это политика, видимо, которая уйдет в прошлое. Каждое дерево живет вполне какое-то конкретное время, то есть это 60 или 80 лет. Что является более долгосрочным или практически вечным ресурсом? Это земля. И если земля перепрофилирована, вот это как раз труднообратимо, так скажем. А деревья, ну да, деревья можно посадить, но ведь не за судьбу каждого конкретного дерева жители переживают. А переживают именно за это место, где сегодня одни деревья, через 100 лет будут совершенно другие, но место останется. Вот и в противном случае мы просто лишимся части парка. Наши старики, как бы, да, наши бабушки, дедушки сажали своими руками, там выходные дни выходили, как бы, все это, все это, как бы, возводили для нас. Они думали, что мы будем, наши, их дети, их внуки будут дышать этим воздухом чистым. А в итоге что, мы сейчас все это рушим, да, и на этом месте строим разникательные центры, которые никому не нужны в этом месте. С точки зрения ландшафтной архитектуры в каждом парке имеется, по крайней мере, один или два запущенных участка, которые совершенно не было устроены, никуда не годятся. Деревья там растут в кривую кость, там в булевом. Что для ландшафтной архитектуры является ущербом, то с точки зрения экологии парка, это преимущество. Потому что именно такие запущенные участки, там, где булевом, там, где растут деревья кое-как, где они не пострижены и лишние не вырублены, это не что иное, как элемент экологического каркаса парка. Потому что именно то, как эти участки являются долгоживущими, где парку взять деньги для поддержания его благоустройства. Эти деньги в каждом парке находятся как раз вот в таких неблагоустроенных участках, а частью в волье. Это всходы таких ценнейших деревьев в парках, как дуб, особенно много в парке дубки, если они в автоводском парке, как ясен, высокий, как лещина и прочее, 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 которые представляют собой готовые посадочные материалы. Не только для парков, но и для города в целом. Там они в парках под тенью, они гибнут, естественно, там их выкашивают, там их вырубают, а для города они полезны. Те суммы, которые у нас уходят на посадочные материалы, они могут быть, что называется, совершенно бесплатно, взяты в парках. Или бы только эти вот так называемые неблагоустроенные участки не трогали, или бы только поменьше и благоустраивали. Парки могут зарабатывать также большие деньги не только на посадочном материале, который у них растет сам по себе, без всякого ухода, и который они все равно уничтожают. Они могут зарабатывать большие деньги на экскурсиях экологических, ботонических, орнитологических и прочее, и прочее. Наши власти, они, безусловно, являются слугами народа. Да поскольку народ разный, от одного народа, от рабочих, пенсионеров и прочих, толку никакого нет, и прибыли нету, но, естественно, они обращаются к другому народу, от которого этим властям победил прибыль есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие нижегородцы, сейчас наступают очень опасные времена для автозаводского парка, потому что застройщик получил разрешение государственной экспертизы на застройку парка. Единственное, что сдерживает начало стройки, это то, что он не согласовал еще количество и размещение парковок на проспекте Молодежной, потому что для этой стройки потребуются многочисленные парковки. Сейчас нам нужно, как никогда, защищать автозаводский парк просто физически от вторжения строителей. Думаю, что у нас еще месяц или полтора есть, и нужно каждый день следить за нашим парком. Все, кто может, приходите, пожалуйста, на наши пикеты, которые будут проходить по будням с 18 до 19, по субботам и воскресеньям с 16 до 17 возле остановки парка Авеню. Со среды они будут официально зарегистрированы. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам партии, движения и общественные организации, просто граждане, приходите защищать автозаводский парк, потому что если его вырубят, это будет очень нехороший президент для всех парков Нижнего Новгорода и вообще Нижегородской области. Нам нужно сейчас, как никогда, защищать нашу родину, наши парки. Пожалуйста, спасите наш парк и присоединяйтесь к нам. Чиновники от экологии, те, которые по закону обязаны заниматься охраной озелененных территорий, первые, кто выводят данные территории из-под действия закона, лишая их юридического статуса озелененной территории. Но схема границ утверждается городской думой на заседании. Как могло вообще такое произойти, что 20 февраля 2013 года была утверждена схема границ без обсуждения, без привлечения экспертов, без информирования жителей? Как вообще могла произойти ситуация, что территория была выведена из-под действия законодательства? Это произошло во многом благодаря тому, что мы, жители, не имеем доступа, во-первых, к этим документам, у нас нет информации, и мы не можем повлиять на властей. Они принимают очень узкой группы лиц эти решения, и мы не можем на них влиять. Эту ситуацию нужно сейчас постараться изменить, потому что не должны такие вещи проходить без обсуждения с нижегородцами. Каждая история с парком, который идет под вырубку, это и строительство оперного театра в парке Пушкина, и ресторан в Александровском саду, и подземный торговый центр на площади Горького, парк Кулибина. Очень узкая группа лиц принимает решение о застройке, а потом проталкиваются все документы. Нас ставят перед фактом, все, вот документы сделаны, подготовлены, вот печать, согласование, подпись ответственного лица, все, мы ничего изменить не можем. Нужно эту ситуацию в городе, которая сложилась сейчас, поменять, и мы сами можем ее поменять. Нужно заставить власти каждое решение, спорное решение, которое касается вырубки парков, проводить только после проведенного опроса. Так как прописано в основном городском документе, в уставе города, именно на основании опроса, когда жители высказывают свою позицию по той или иной теме, власти должны принимать решение о строительстве. Не по каждой стройке, но то, что касается потери городских парков, этот вопрос должен проходить обязательное согласование с жителями через существующую форму, форму опроса. У меня вопрос к нашим властям. Почему для того, чтобы что-то хорошее создать, обязательно другое хорошее нужно уничтожить? Продолжение следует...